И начнем вот с чего. Три станции фиолетовой ветки метро закроют с 24 марта. Работу Котельников, Жулебина и Лермонтовского проспекта временно приостановят в связи со строительством Кожуховской линии столичной подземки. В обычном режиме метрополитэм возобновит работу 31 марта в субботу в полшестого утра. Период с 24 по 31 марта поезда на Таганско-Краснопресенской линии будут курсировать от станции Планерная до Выхина и в обратном направлении. На время закрытия участка фиолетовой ветки Мосгортранс запустит компенсационные автобусы. Они довезут пассажиров до Выхина, Кузьмина, Клирмонтовского проспекта, Жулебина и Котельники. На регулярные маршруты, которые проходят в районе закрытых станций метро, выйдут более 30 дополнительных автобусов. Пригородные и междугородние автобусы областных перевозчиков тоже скорректируют свой путь. Маршруты будут перевозить пассажиров не до станции Котельники, а до Кузьминок. Кроме того, автовладельцам необходимо обратить внимание на то, что для максимально быстрого проезда наземного транспорта в районе закрытых станций изменится и схема организации дорожного движения. Стоит отметить, что для разгрузки метро с 24 по 30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхина без остановки. Поэтому центральная пригородная пассажирская компания обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении туда или туда-обратно от станции Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станции Вишники, Плющева, Перова, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал. Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в субботу в 5.30 утра. Анна Троян, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.